Я вижу, ты стал обладателем нового Samsung Galaxy Tab S4. Не волнуйся, я все тебе расскажу. Ты уже установил сим-карту и карту памяти в двойной слот? Далее следует включить планшет и подключить его к интернету. Я советую создать или восстановить свой Google Аккаунт. А для чего? Все просто. Для того, чтобы перенести данные Google Аккаунта с предыдущего устройства на Android, создавать резервные копии личных данных и контактов, и, наконец, пользоваться сервисами Google. Настроив учетную запись Samsung, ты сможешь использовать все фирменные приложения и сервисы. Так, а об этом можно поподробнее? Настройка аккаунта Samsung и службы Samsung Pass. Чтобы начать, введите данные аккаунта Samsung или создайте новую учетную запись. Поставьте галочку напротив пункта «Проверка личности Samsung Pass». Пройдите регистрацию биометрических данных. Сканер радужки глаза, сканер отпечатка пальца, распознавание лица. Как работает Samsung Pass? При первой авторизации на веб-сайте появится окно с предложением сохранить учетные данные в Samsung Pass. Нажмите «Запомнить». При повторной авторизации на веб-сайте вы можете использовать вход с помощью Samsung Pass. Служба хранит все логины и пароли, поэтому при переходе на новое устройство вы ничего не потеряете. Через приложение Samsung Members можно получать новости об акциях, обновлениях ПО и самостоятельно диагностировать устройство. Управлять устройством на расстоянии можно сервисом FindMyMobile. Если ты потеряешь смартфон, то сможешь удалить все личные данные через планшет. Поздравляю! Теперь твой Samsung Tab S4 готов к работе. Спасибо, голос за кадром. Может, как-нибудь увидимся и кофе попьем? Нет, спасибо. Ладно, понял. Субтитры подогнал «Симон»!